День знаний не за горами, а потому представители районной общественной организации «Белая Русь» поспешили в гости к семьям, заботу и поддержку которым оказывают регулярно. Поздравить ребят с новым учебным годом, тем более для кого-то он станет первым, порадовать подарками, полезными и необходимыми. Вот так привыкли проявлять заботу организаторы акции «Соберем детей в школу вместе». В нашу районную организацию обратились и другие семьи. Это семьи, где воспитываются дети-инвалиды, семьи, в которых есть только мама или папа, и семьи, которые оказались в какой-то сложной жизненной ситуации. Поэтому более 80 детей получат такую помощь от нашей общественной организации «Белая Русь». Шестилетний Матвей с нетерпением ждет, когда же наступит 1 сентября. Мальчику не терпится сесть за парту, познакомиться с одноклассниками, открыть первую школьную тетрадь и, наконец, погрузиться в мир знаний, пока неизведанный, а оттого интересный. К подготовке к школе юноша подошел серьезно. Вместе с мамой тщательно выбирал канцелярские принадлежности, спортивную форму. Перед нами он похвастался красивым новым портфелем. В семье Матвея 8 детей. Несложно представить, как много забот появилось у родителей в преддверии Дня Знаний. Но в этой семье все делается дружно и сообща. А потому подготовка к 1 сентября из хлопотного дела превратилась в увлекательное занятие. С каким настроением собираешься в школу? Хорошим идти. Ну, вот подготовился уже? Вот расскажи, как готовился. Ну, я выбирал рюкзаки, тетрадки выбирал, ну, кроссовки выбирал свои свои. Мама у меня сама была придумала и купила кроссовки мне эти. И я так захотелась. Я думала, какой мне мой рюкзак, этот мотоцикл был кроссовком. Я так и хотела. Обрадовался, да? Да. То есть собираться в школу было увлекательно? Да. Галина Крутили родители-воспитатели детского дома семейного типа. Самому младшему ребенку 4, старшему 18. Молодая женщина признается, быть многодетной мамой непросто. Приготовить, накормить, уделить внимание каждому. Однако представить, что ее жизнь могла сложиться как-то иначе, Галина не может. Ее семья – источник радости и вдохновения. Радость и счастливое детство женщина вместе с супругом дарят своим детям. Детей много, и они все с особенностями у нас. И хочется им тоже уделить такое внимание их развитию. Шумные, веселые. Шумно и весело. Этого так мало, чтобы описать атмосферу царящей в большом доме. Чтобы понять, какая она эта многодетная семья, нужно пообщаться с ребятами. Наш маленький герой Матвей рассказал, как это – жить в большой семье. Надо дружно жить. А вы дружно живете? Да. Играем дружно. Дружно катаемся на самокатах, в велосипедах. Очень любишь свою семью. Я очень сильно люблю свою семью. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.